Здарова, братишки обоих полов, сегодня у нас что? Правильно, новости! И в них мы ответим самому тупому стримеру в Сеяруси, Мелл Строуя, на его предъявая к моему ролику о нем. Погрузимся в очередной беспредел, учиненный самым главным отморозком русского ютуб Эдвардом Биллом, а в частности его угрозы в сторону Маш Милаш. Затронем то, как же весельчак Джавид всех вас в очередной раз на причинном месте провернул, ну и немного по рофлим и по флексим, как модно нынче говорить, над нашими любимыми дубайскими каперами. Ролик обещает быть бомбящим, поэтому постарайся не прожечь там диван или на чем-то там сидишь, ну а мы начинаем. Тут давеча, один стример, очень популярный, богатый, окруженный друзьями. А у тебя нет друзей, самому, блядь, у тебя ни одной фотографии с другом даже нет. Чуть не забыл, еще и очень высокий. Чел, ростом 160, нахуй. Отсмотрел мой ролик про свою охреневшую ЧСВшную персону и ничего не понял в нем. Это не шутка и никакое не преувеличение, он даже не смог понять, что скетчи в роликах – это не реконструкция, а гипербола. Уже на этом этапе Молстрой начинает показывать свое отношение к обществу, что ему на него просто плевать. Молодой человек, уже два часа ночи, вы мне ребенка разбудили, вы можете, пожалуйста, быть потише? Ну что отсюда? К тому моменту его скотч... Вообще она не так сильно-то и отпи***на им была, как вам могло бы показаться. Молстрой, дурачок, да хоть она детей ест. Это тебе не дает никакого права бить ее ни слабо, ни сильно. Если она нарушила закон, никто не спорит, пусть отвечает перед ним. Но какое это отношение к тебе-то имеет? Меньше мудаком от всего этого ты-то не становишься. Я, конечно, понимаю, что если Молстрой и этот ролик посмотрит, то он опять ничего не поймет. Поэтому постараюсь объяснить ему на понятном языке. Итак, Молстрой, смотри. Вот это боксерский мешок. Его можно тыщ-тыщ. Вот это вот человек. Его нельзя. Фу. Ай-яй-яй, плохой мальчик. Надеюсь, теперь ты, Молстрой, понял, что ему люди пытаются донести. А мы идем дальше. Для тех, кто вдруг позабыл, что из себя представляет Эдвард Билл, это оплот зла на Ютубе и квинтэссенция всех возможных зашкваров, таких как организация каперских проектов. Я создал свой личный проект, на который вы можете рассчитывать на все 99,9%. Реклама возможных мошенников, нелегальных структур, пирамид, букмекеров, каперов, казино, нарушение закона в своих пранках и унижение в них людей, а порой жертвов у пранков, это и до реанимации доводит. Также он регулярно ставит под угрезу жизни людей на дорогах, постоянно гоняя по городу и разбиваясь на своих суперкарах. Также в его зашкварах присутствует полное неуважение своей семьи и жены в частности. Ну и, конечно же, такой беспринципный ублюдок периодически пытается съезжать на благотворительности. Что, конечно же, кому-то может показаться похвальным, но, как по мне, это максимально лицемерно и цинично с его стороны. Тем более, периодически на акты такой благотворительности он собирает деньги с ваших же донатов. Да и, в принципе, все его деньги, они украдены у вас. Поэтому, если вдруг вы сами переведете свои деньги в какой-нибудь благотворительный фонд, проку будет больше, нежели такой ублюдок за ваш же счет в ваших глазах будет индульгенцию покупать. Ну так что там прекрасный человек опять учудил? Он в очередной раз решил поизменять, судя по всему, своей жене и подкатить свои наверняка крошечные яички к блогерше-терапевице Маш Милаш. Понятия не имею, почему Маш Милаш дала ему хоть какой-то шанс на общение, потому что информация в воздухе, что он неадекватный поехавший мудак, летала уже давно. Я вот, к примеру, уже три года пилю про него ролики еще на своем старом канале. Я всем рассказывал, какой он охуевший черт. Но, возможно, и, скорее всего, в ней взыграл меркантильный шкурный интерес. Так как поначалу Эдичка засыпала ее ништяками, правда, абсолютно бесполезными, такими как хлам за миллион рублей. Я закончила, говорю, ну че, он говорит, приезжай в твой дом. Тут фуру, блять, грузят. Конь в пальто, статуэтка на вход. Ховер, медведь, блять. Миллион рублей, нахуй, все это стоит. Мыло поехал купить. Обещал фитануть с ней, начать пиарить ее песни и вывести ее карьеру на новый уровень. Возил ее тусоваться с собой в Питер, где, правда, в аварию в очередной раз попал, но без этого Эдик не был бы Эдиком. Короче, поначалу все было весьма красиво. Конечно же, с поправкой на поехавшего от битва отморозка с психологическими проблемами, которая общается вот так вот. Слышь, Мась, ебало за бессы. Слышь, че делаешь? Опять хуйной страдаешь? Выходи, чтоб я тебя не ждал. Ну да ладно, возможно, самой Маш Милаш нравится, когда с ней общаются как с пацанчиком с района, который еще и денег должен. Разумеется, все это время Эдик говорил, что жена вообще бывшая, он ее ненавидит и хочет только с Машкой быть. Но периодически Милаш начинает подозревать неладное, когда видит Эдика в том же самом кафе, в который он ее водил. Только теперь он там с женой. Потом периодически теплые комплементарные сторис в сторону жены. А потом вообще оказывается, что жена не такая-то и бывшая, и она в порыве ревности к неверному супругу уничтожила вещи Маш Милаш. Подумав, что вещи Маш Милаш это вещи официантки из того самого кафе, которую Эдик нахлобучил. Зай, если ты захочешь еще раз попросить мою куртку или мои кроссовки, знаю, что их больше нет, потому что бывшая жена Эдика, сегодня проснувшись у него, я не знаю, блять, как так произошло, решила порезать мои вещи, мои зарядки, плойки, залить все майонезом, майонезом, не кетчупом там, да? Не, вообще Эдик прям бог конспирологии. Очень странно, что его в Солсбери не отправили вместо Баширова и Петрова. Видя все это, Маш Милаш понимает, что здесь ловить нечего, с ним каши не сваришь, так еще и света он слился, пусть идет нахер. И тут у Эдика сносит крышу, он устраивает Машке покатушки в его стиле, но вы помните то, что он любит разбиваться к херам на своих тачках. И вот этот псих на бешеной скорости то орет, то посылает нахуй девочку, то говорит, как сильно он ее любит. И это происходит циклично на протяжении всей поездки. Я представляю, насколько Маш Милаш тогда пересрала. Чудом он все-таки довез ее до дома живой, и тут она подумала, что на этом все. Хо-хо-хо, наивная девчушка. Богатые психопаты так просто своих жертв не отпускают. Дальше начались постоянные звонки с разных номеров, сплетни, настраивание друзей против нее и сжигание ее забытых прав у него. На что Маш Милаш перепугалась и решила сделать хоть что-то, придав акт сжигания прав огласке. Я просто пишу рэп, я делаю свое творчество. Люди находят меня, идут ко мне со мной дружить, хотят общаться и потом в итоге делают мне говно. Да почему? Мы ничего не можем сделать. Мы даже не можем его изменить там и еще что-то, потому что у него денег больше и знакомств больше. На что поехавший поехал еще сильнее и стал угрожать Милаш расправой. Просто отстанет меня. Сходи к врачу и отъебись от меня. К какому врачу? К психиатру. Ты гонишь на меня за то, что ты мне делаешь плохо. Как вообще так можно? Тебе же нравится это. Маша, прошу, не выебывайся. Я знаю, где ты живешь. Я найду тебя, я тебя убью. Ты же знаешь. Нормально так, да? Я, честно, вообще не понимаю, чего она ему такого сделала, за что он угрожает ей убийством. Сейчас, походу, вообще у психов какое-то осеннее обострение, что ли. Они на фоне своего богатства и безнаказанности совсем поехали. У нас то не новость, то какой-то зажравшийся черт, кого-то приложит об стол, то из-под тяжка нападет, то тачку сожжет, то расправой угрожать будет или же профинансирует избиение больного человека на стриме. И никто за это никакой ответственности не несет. Замечательно. Мы такими темпами и правда скоро в 90-е вернемся. А то и вообще в средние века. Что касается Эдварда Билла, мне абсолютно плевать на порядочность Маш Милаш, на возможность того, что это просто своеобразная рекламная кампания. Я хочу лишь того, чтобы мразь, которая мешает жить людям и угрожает жизни автомобилистам нашей страны, кидающая тысячи людей на деньги, села далеко и надолго. Знаете, если по-честному, я с небольшой, но все-таки симпатией относился к Джавиду. Да, я конечно слышал, что он нет-нет, да и толкает своему зрителю рекламу какого-то лохотрона, что я безмерно осуждаю. Но его озвучка и нарочитый образ заставлял меня нет-нет, да улыбнуться. И вроде как он не скрывал того, что рекламирует дерьмо. Это, конечно, не оправдывает его никак, но, как минимум, клеймо лицемера на него поставить было нельзя. Но то, что сейчас Джавид прорекламировал, это вот прям за гранью добра и зла. Можешь участвовать только один раз, и у тебя есть три попытки. Скорее свайпы и забирай свой перист. А знаете, что это за сервис такой? Он под предлогом твоего гигантского выигрыша сначала кидает тебя на небольшую денежку, приклеивая вам бороду, мол, ты, конечно, выиграл бешеные бабки, но сначала заплати для этого копеечку. А чтобы заплатить эту копеечку, вы должны оставить абсолютно все данные карты на сайте мошенников, что в дальнейшем приведет к упустошению вашего банковского счета. Поэтому минутка полезной информации. Минутка полезной информации. Не храните деньги на основном счете карты, а держите их на вкладах. Там рукам мошенников сложнее будет до них дотянуться. Минутка полезной информации окончена. И вот возвращаясь к Джавиду, после его вот такого вот финта симпатию к нему срубило прям на корню. Настолько не уважать свою аудиторию могут себе позволить, ну разве что какие-нибудь Эдики Билла только. Поэтому, если вы вдруг хотите полноценный обзор на этого прощалыгу, то пишите в комментариях. Обязательно сделаем. Помните, есть такой дубайский капер Рич? Ну так этот молодой мошенник спалился в лучших традициях наших инфо цыган. Он у себя в онстне начал хвалиться своим новым супер крутым и дорогим геликом. Ну вы сами понимаете, лохи охотнее ведутся и несут деньги в твой каперский проект, когда ты им лухари жизнь показываешь. Ну чё, друзья, получил галочку в инстаграме, и просто пришла ебнутая идея в голову. Знаете чё? Купи себе охуенную тачку 2020 года. Смотрите. Ну как выяснилось, что гелик-то не Ричи, а просто арендованный. Оттого он постоянно и сливался с просьб подписчиков показать его. Ну знаете, тут по-другому просто и нельзя сказать. Ты пойман за руку как дешёвка. Ты дешёвый подлец, ты дешёвка. Ну а на этом всё, братва, мы всё обсудили и разобрали. Если хотите джерги, напишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всё, давайте до скорого!